Можно там кисточкой просто нарисовать, а камешком ты так просто не сделаешь. Балаковский свято-троицкий храм теперь встречает прихожан прекрасной мозаикой. Завершена масштабная реставрация иконы, которая по задумке архитектора Фёдора Шехтеля и должна была украшать центральный вход церкви. Восстановленное мозаичное панно было по старинным фотографиям и архивным данным. Идея восстановить икону – это мечта была многие десятилетия, потому что была разрушена икона. Работали мастера полтора года, мастера из Санкт-Петербурга работали. А с благотворителями, конечно, завод минеральных удобрений, фасавры. Архитектор и реставратор Игорь Лавриненко, который трудился над восстановлением иконы, известен на весь мир. На его счету уже 80 спасённых мозаик на фасадах храмов. Больше года он и его семья работали в Балакове, буквально по кусочкам собирая икону из венецианской смальты. Поднимались на вышки специально с палитрой мозаики, то есть это кавалерная книжка, только с маленькой смальтой. Венецию он ездил, наверное, целый месяц он её закупал, почти что. Вот здесь мозаики были использованы для того, чтобы вот это, где-то 800 килограмм. 249 цветов, одного золотого, шесть оттенков. Такова палитра восстановленного полотна. Общая площадь мозаики – 14 квадратных метров. Чин освящения и обновлённые иконы совершил епископ Покровский Николаевский Пахомий. Перед началом всеночного бдения он совершил молебен, во время которого молились священнослужители и прихожане храма. Сегодня историческое событие для нашего храма, для нашего собора, ибо долгие годы тройский храм был оспернён, был разрушен. Православные люди не могли молиться здесь, но, слава Богу, изменилось время, и храм обрёл второе рождение. Храм снова стал открыт для каждого сердца человеческого. Каждый из нас может сюда прийти, помолиться, и мы видим, что за последние годы наш тройский собор сильно изменился. Он приобрёл свой первоначальный вид, благоукрашен внутри, и вот сегодня одна из таких вот значимых вех, такое замечательное событие, как открытие этой удивительной красивой мозаики. Эта мозаика восстановлена по старым фотографиям. Именно такая была когда-то здесь создана нашими благочестивыми предками. И вот сегодня мы видим её восстановленной во всей красе и великолепии. На фасадах Свято-Троицкого храма три иконы. Но именно Святая Троица считается самой ценной, ведь церковь носит её имя. И восстановление старинной мозаики много значит не только для прихожан, но и для всех горожан, которые помнят историю Балакова и имена меценатов Мальцевых, благодаря которым на берегу Балаковки появилась прекрасная жемчужина. Дание справедливости, то, что раньше здесь было, потому как сохранить старые фотографии, в которых изображена эта фреска, которая восстановлена доподлинно. Икона знаменитая Андрея Рублёва Троицей, единосущная, нераздельная. Вообще человек смотрит природу окружающую, красивые иконы, красивый храм. Но это делает человека более возвышенным. Икона немножко, конечно, обновилась, она более яркая, более живая, более радостная. Но для нас, православных людей, нам очень приятно видеть такую икону, каждый день любоваться ею. Многие люди-горожане приходят ежедневно к нам, снимают на камеры, на видео, на свои смартфоны и любуются этими изображениями Святой Троицы. Это спонсоры с Фусагра. Они нас давно спонсируют, очень хорошо нам помогают. Мы им благодарны. Мы молимся за здоровье наших спонсоров. Восстановление мозаичного полотна – это очередной этап реставрации храма Святой Троицы в рамках корпоративной политики компании Фусагра. За несколько последних лет историческое здание храма преобразилось внутри и снаружи. При этом соблюдались все исторические и православные каноны. При поддержке компании здесь установлены новые колокола, восстановлен иконостас, отремонтированы помещения, благоустроена территория храма. Было бы здорово продолжить работу по восстановлению мозаик, говорят священнослужители. Прежде всего, иконы спас нерукотворной, которая, по словам специалистов, начала отслаиваться и требует серьёзной реставрации.